Молодые люди должны получать бесплатное высшее образование. Это позволит увеличить количество качественных специалистов, позволит им оставаться и работать в стране. Об этом было объявлено сегодня на митинге, организованном Народной партией Казахстана в Алматы. Представители партии заявляют, что в будущем необходимо открыть сервисный центр для студентов. «Необходимо собрать все университеты Алматы, все данные базы, чтобы создать центр для этих студентов не только для обучения, но и для открытия тренажёров, для развлечений, различных бесплатных видов спорта и для решения проблемы трудоустройства. Как материально, так и технически должны быть созданы все условия». Кандидаты в депутаты посетили производственный центр Акмолинской области, Степногорск и встретились с коллективом машиностроительного завода «Целенгормаш». обсуждались актуальные вопросы. Среди проблем – нехватка квалифицированных специалистов. Компания озабочена сокращением штата каждый год. «У каждого сектора экономики, у каждого завода, у каждого какого-то объединения есть свои проблемы. И здесь была очень оживлённая беседа, была обратная связь. Мы высказали». Республиканский предвыборный штаб партии Нур-Отан посетил Шимкен, где провёл ряд встреч с жителями, чтобы обсудить вопросы повышения качества медицинских и социальных услуг в городе, строительство нового жилья и социальных объектов. По финансам будут индикаторы. Наша цель – поддержка партийного контроля. Представители Народно-демократической и патриотической партии АОЛ встретились с мастерами в столице. Отечественные предприниматели представили свою продукцию кандидатам от партии АОЛ. Большинство мастеров – соотечественники. На встрече с кандидатом от партии АОЛ присутствовали этнодизайнер, член Евразийского союза дизайнеров, академик Казахской национальной академии дизайна Казипак Аликхозе, руководитель Акмолинского регионального отделения Всемирной ассоциации казахов, графический дизайнер рекламы Алтенгуль Маденхозе. По словам кандидата от партии АОЛ Бахаргуль Толеген, в настоящее время правительство не предоставляет своим соотечественникам льготные кредиты. 90% новоприбывших нуждаются в социальной помощи и не имеют залогового имущества. Единые госпособия очень низкие. Квоты миграции устанавливать не нужно. Необходимо создать условия для добровольного выбора с отечественниками местожительства. Никаких ограничений или сроков для получения гражданства быть не должно. В то же время необходимо создать специальные программы, которые помогут с отечественникам быстро адаптироваться и интегрироваться в новую социальную среду, говорят партийцы. «Я занимаюсь этим более 20 лет. Если мы будем пропагандировать наши национальные ценности, переданные от отца к сыну, то наши потомки могут быть патриотами и воспитывать патриотов». Казахстан всегда уделял особое внимание Советам Европейского Союза, потому что это серьёзный стратегический партнёр во внешней политике. Сегодня глава представительства авторитетной организации в столице встретился за закрытыми дверями с Азатом Перуашевым и Даньёй Испаевой из партии «Акжол». «Я заметил, что европейцы, да и сейчас представители американского посольства задавали тот же вопрос о Данее Мадиевне. Мы сказали, что для нас нет проблем. Раньше квот у нас не было не только в списке, но с 2012 года, когда мы сформировали нашу парламентскую фракцию, доля наших коллег-женщин составляет не менее 40%, без каких-либо требований законодательства». Представители Шимкентского городского отделения демократической партии «Акжол» также встретились с медицинскими работниками. В ходе встречи представители политической организации рассказали об улучшении социального положения населения и повышении заработной платы работникам бюджетной сферы. «В следующем году наступит время наших контрактов на добычу полезных ископаемых, повышение благосостояния населения в целом за счёт надлежащего повторного заключения контрактов с инвесторами на государственном уровне». Представители партии «Адал» встретились с общественностью Шимкента. На этот раз больше внимания было уделено вопросам и ответам. Жители проинформировали представителей партии об актуальных для региона проблемах. Большинство из них – социальные. «Жалобы населения в основном связаны с дорогами, земельными вопросами, качеством жилья, построенного по госпрограмме. Теперь, если мы посмотрим на корень этого, возникает большая проблема. Мы говорим о плохом качестве дороги, и у нас нет независимой организации, которая бы проверяла качество этой дороги. Поэтому нам необходимо увеличивать количество независимых организаций». Также члены партии встретились с жителями района Теренколь Павлодарской области. В мероприятии приняли участие молодёжь, пенсионеры и предприниматели. На встрече обсуждалось текущее состояние сельского хозяйства. В частности, фермерам сказали, что у них недостаточно земли и техники для ведения бизнеса. Кроме того, был поднят вопрос подготовки граждан, желающих открыть своё дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова